Всем привет! Добро пожаловать в Corban Dallas Multipath по мотивам прошлой серии, скажем так. И прежде чем начать, хочу сказать такую интересную новость. Обсидианцы объявили о том, что выпустят дополнение к этой вот замечательной игрушке и довольно так интересно его анонсировали. Дополнение будет в двух частях, которые более детально расскажут об этой вот вселенной, об этом мире. И по поводу сроком они отметили, что это дополнение будет довольно скоро, когда основная масса игроков пройдет эту игру. Ну а некоторые даже ее и перепройдут. А второе я хочу отметить, это большое спасибо о том, что на некоторых моих видео, значит, качество просмотра было, ну там, 360 пи всего-то навсего. И оно держалось там несколько дней. YouTube очень тяжело как-то вот обрабатывает видео, которое я выкладываю, не знаю с чем это связано. Как бы, ну, по поводу того, что по объему здесь какой-то графической составляющей небольшой, но вот обработка его занимает продолжительное время. Некоторые серии были вот, очень долго обрабатывались. И спасибо вам, что присоединились к каналу и вот так вот с терпением и пониманием отнеслись ко всему этому. Ну, я думаю, что это связано с тем, что они запускают свою эту вот функцию. Значит, YouTube Live, кажется, так он там назывался. И это связано с тем, что они неудачно провели переговоры по поводу покупки Twitch'а. И сейчас свой собственный запускают сервер. Вот, и там наверняка какие-то идут... У них... Это что было? Вот, хрен с ним. Так, тем временем я что планировал сделать? Целых три серии у меня было посвящено вот этим вот катакомбам. Я вылезу отсюда и, как вот Кана, рекомендовал прогуляться по свежему воздуху. Думаю, эту серию я посвящу, значит, рыцарям Горна. Что там у них за задание такое интересное? Также мне порекомендовали захватить... А, чуть-чуть не захватил. Задание в посольстве. Сюда, кажется. Вот. Спасибо, что комментируете и... На какие-то ошибки, какие-то недочеты, недосмотры указываете, чтобы это сделать. Прохождение максимально интересным и максимально захватить все детали. Что здесь есть. Туда и отправимся. Так. Кстати, я разобрался, что это за лестница. Это центральная, так называемая, лестница. Вот это она и есть. Здесь проход. Где-то еще там был проход. Так. Каэднуа. Принять. Кстати, что там строится? Вот. Кажется, они просили отнести вот эти вот документы в компас Айслонга. Или как он там назывался. Так. Окей. Где тут они? Стальные ветра, кажется. Добраться от компаса. Да. Это мелкий залив. Ясненько. Доставить результаты исследований. Ага. Так. Можно. Что у нас в инвентаре? Ты чего? Какого-то ты заметил тут. Начало боя. Клейбераса. Где это он? Какого хрена? Ты чего? Что-то не могу понять. В общем, на меня агрятся мои же наемнички. Хе. Так. Ну да, теперь их шесть. Ну да ладно. Какой-то баг. А может он репу давал? Сейчас глянем. Да. Клейбераса. Еще одно он ему. Я хотел посмотреть, что у меня вот здесь творится. Да. Тут бардак. Сделаем, значит, так. Это я оставлю. Разрешение. Лук. Вот это. Еще одна такая. Тут вот палочку замечательную. Вот это. И вот это. Так, это ингвитанские всякие тут причиндалы. Что это у нас? Это обычная. Хорошо. Вот это обязательно. Так. Наряд. Интеллект плюс два. Ну-ка я попробую применить ее где-то. Это обычный доспех. Это хорошего качества. А этот с защитой от электричества уже прокачен. Это фигня. Я думаю, вот так вот и оставим. Шапки. Там пусть будут. Здесь все окей. Это сейчас я все продам. Так. Вот это вот фигня. Интеллект пока выносился выше. Я ее, наверное, сниму. Одену вот это. Минус пятнадцать. И знания добавляет. Ух ты. Переодели аллоту. Будет так бегать. Вычет урона. Выживание. Выживание мне особо тут вообще не нужно. Что у тебя здесь? Тридцать пять. А здесь двадцать. Ну-ка снимай. На. Так. Минус двадцать. А у тебя как? Минус тридцать. Минус тридцать пять. Много. Минус двадцать. Пусть так будет. Вот. Ну, вроде как. Пойдет. Ворезать. Привет. Ну, надеюсь, торгаш нас не будешь атаковать? Азюгач. Давай посмотрим. Так. Арбалеты. Хорошо. Просто продадим. Так. Есть. Значит. Вот этот нафиг. Вот этот нафиг. Эх. Довольно симпатично выглядит. Ну, да ладно. Так. Вот эту шапку. Здесь все окей. Здесь вроде все окей. На полторушку наторговали. Пока. Так. И заглянем к вот этому вот товарищу. Если у тебя какие-то... Вот. Этот не атакует. Этот атакует. Атакует. Отдохнуть бы не мешало. Много побили наших товарищей. Появились какие-то задания. Может, они как-то от уровня зависят. Чем выше ваш уровень, тем более сложные задания. Привет. Нет. Значит, они пачками выдаются. Пока я не выполню эти три. Или сколько их там было? Четыре. Три я выполнил. Четвертый висит. Недоступно. Хорошо. Такс. Принять и мне вот сюда. Тут я все исследовал. Стальные ветра. Возле доков. Ну. Единственный причал это вот здесь. Что тут за доки? Каменный круг. Так. Давайте угадаю. Здесь засады. Нет. Тут трупа какой-то. Нет. А, вот. Ты здесь. Тебя послал командор Клайвер. Так. Я тут сохранюсь. Явное дело. Тут что-то сейчас начнется. Отбрасывает на песок длинные тени. Пару-тройку, что-то по ближней дому. Так. Женщина-оценивающая смотрит на вас. Щурясь в темноте. Я так понимаю, ты пришел из крепости Горна. Мне сказали, у тебя кое-что есть. Ммм. А ты там с какого боку? Я командор. Состою на службе в замке Флотобоя. Сам верховный судья отправил меня на поиски исследований. И раз ты уже в курсе, в чем их суть, можешь себе представить, насколько сильно. Мне хочется как можно быстрее и тише вернуться. Вернуть их в замок. Что-то случилось у вас. Ты очень помог командору Клайверу. Так что, думаю, я могу тебе рассказать. Верховный судья собирает силы. Это суматоха с наследием. Волнение. Падки до человечины. Трупы по всему Дирвуду. Все это еще не скоро закончится. А дюжины используют это все, чтобы захватить власть. Мы должны собрать силы на защиту Дирвуда и этих позиций. А с кованными рыцарями мы будем непобедимы. Ну, тут особо вариантов нет. Держи. Отличная должна передать это верховному суде до того, она смотрит вам за спину. Слышны звуки шагов. Слишком поздно. Готовься. Ну, это было очевидно. Так, маг. Какой-то хрен. Ты с ума сошел? Собираешься поделиться с рыцарями Горна самыми темными секретами анимансии? Это же кощунство. Используют запертые души как оружие. И ты собираешься подарить целую армию душ этим аристократишкам? Он крепче хватается за топор и поднимает его над головой. Я этого не позволю. Исследование должно быть уничтожено. Агрессивный, эмоциональный, либо стойкий. Просто поднимем его. Может, они испугаются. И если был бы монах, то... Убейте всех! Какой-то... Падебальд. Ну вот. Приплыли. Что это? Что это? Что это? Так, ты сюда. Ты... На фланг. Ты давай сюда. Ты у нас... А, я знаю. Бой не начал. Давай вот так. Ансаву. Эй. Так, ты сюда. А ты, наверное... Сделал вот так вот выстрел. Ты давай сюда. Отлично. Переворот. Эй. Так, а ну-ка, давай ему... Так, здесь вот товарищ, который очень напрашивается на... Выстрел. Так, ну и, наверное... Давай вот так вот. А вот. Все предели. Так, этот на земле. Давай-ка нам... Точность. Да. Продолжим. Так, где бесец? Бесец, твоя задача сбить вот этого гада. Ну, мать твою. Нет, значит... Так, товарищ, ну куда ты вот залез? Ой, как хорошо. Тут прожгло. Так, этот склеился. Кто тут еще? Давай лучника. Так. Так. Отлично. И еще разочек туда отправим. Уважаемая, переводим огонь. Ты его добей, а... Ты сюда. Один куплет только спел. Предсмертные крики. Вытирать лезвие своего меча, а подкладку плаща. Сочту это сигналом к отправлению. Дюжины все больше наглеют. Нельзя терять ни минуты. Передавай привет командору. И будь осторожен. Значительно положительное. Лады. Ух ты. Вот это тут бонус. Так. Это у нас что? Какая-то фигня. Что это такое? Точность. Грибы какие-то. Ребят, с отмычками бегают. Непростая у вас тут банда. Цепь. Цепь. Вот такой вот. Легкий доспех. Ладно, все пакуем. Так. О! Какое-то отталкивающее лицо на третьем уровне. Что он дает? Недомогание. Ужас. Недомогание снижает. Все характеристики на один. Снижаются. А ужас. Решительность и ловкость уменьшаются на четыре. Такой серьезный дебаф. Ладно, давайте выучим еще вот это. Не густо у вас тут. Нафиг. Так, надо бы перепрошить. Тут все окей. Малый блайт. Малый блайт колокота. Малый блайт колокота. Господи. До смены оружия на 84 секунды. Скорость средней эффекты. Создает в руке заклинать шар энергии, который можно бросить в противника. Нанеся огненный ледяной развидающий электрический урон всем в области действия. Блайт постоянно обновляется, пока не закончится действие заклинания. 84 секунды. Неплохо. Это нафиг. Где они тут? Вот они. А дефный гримуар мы перепрошьем на... Это нафиг. Вот это. Что тут? Ну, вроде все неплохо. Магии много. Не лезет. Закрывай. Так. С вас больше тут нифига. Уплыла барышня. Да, лодка куда-то исчезла. Ладно. Так, значит, отправимся куда? Вернуться в крепость Горна. Араш. Крепость, кажется, здесь. И заодно посольство заглянем. Что там за задание. Что там за интересное такое. Ну-ка, ну-ка. Всего лишь каждый день ты привыкнешь. В порядке, Кана? Ты когда-нибудь оглядывалась и чувствовала внезапное удивление того, где находишься? Ха-ха. Я только сейчас... Что тут? Какие-то голоса. Чего-то узнают, что это значит. Так. Кстати, там что-то построилось и кто-то в крепость прилез. О-о-о. Ну, начинается. Ловкая рука. Плохой посетитель. Я вижу. Давайте ее... Вот так вот. Отправим. Шесть дней. Нифига себе. И что-то построилось. Можно построить башни. Можно построить... Защиту. Библиотека. К знанию дает. Не особо. Это торговец. У меня уже есть торговец. Зачем мне еще один? К навыкам механика. Что неплохо. Бонус к решительности. Бонус к интеллекту. Форум. Два дня. Четыре. Отлично. Так. Ускоряем. Так. Где-где-где? Вот здесь. А это кто? Стоп-стоп. Тихо. Что за фигня? Дюжины напали. Непонятно. Похоже дюжины напали на крепость. Да. Вот перебита вся охрана. Я вернулся в крепость Горна. Где обнаружил, что кованые рыцари вышли из-под контроля. В этом бою проигрывают. Ааа. Ну громозеки. Я вам сейчас наваляю. Ой, там малая это. Не дай бог убили. Ага, вот. Что тут еще? А, он кастует эту хрень. Ничего себе. Лечится. Вот это он выдал. А, народ устал. Бить не могут. Гаденыш. Ой, там такая паника, наверное, камни. Ты не можешь развиваться впервые, когда в комбате. А, ясно. Так, что с тебя падает? А, они вооружены обычными мечами и... Адра. Как сосуд для души. Замедленный режим можно использовать для того, чтобы раздавать указания. Ясненько. Ну, гады. Да, куча трупов. Вот еще один. Ого. Так, ты вперед. Ты с кем вступил в драку? С ним? Значит, ты вперед. Бесец тоже. Попробуем спасти он Юсциара этого. Ты его сбивай с ног. А ты его пометь. Чтоб побыстрее это все было. А ты, товарищ, давай сюда беги. Чтоб тут жгло не по-детски. Сбивай, гады с ног. А, он битый. Ай? Алло. Заряжай. Так, ты как там держишься? Заряжай. Что это? Ты что, алло-то бить? Спокойной ночи. Спасли. Готов. Так. Где малая? Будем потом собирать все. Вот ты, гаденыш, где, да? А тут вот наши. Давай, он на абордаж. А ты вот этого давай. Стоп, 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 стоп. Так, надо бы пометить. Это более-не-менее. Кана сюда. Ого, она отстала тут. Так, где Алло? Начинаем. Кто тут битый? Вот этого бей. Эй. Туда. А писец с этим будет разбираться. Лава, вы будете разбираться. Да? Так. Как могу я помочь? Лови. Я здесь. Лава, вы будете разбираться. Так, это меченая добыча. Что тут происходит? Что это? На землю его. Что? Можно похилить. Да. Давай этого гада успокоим. Ух ты. Какой товарищ. Так, писцу почти глейм. Надо как-то на себя что ли переманить. Вот так вот. Давай-ка вот так полещим. Так, этот вроде живой. Ти тоже. Закончилась магия, да? А ну иди его вот так вот. Книгой. Дудс. Готов. Так, жив, жив. Вроде да. Все отлично. Давай сюда. Отлично. Может, эвакуировали? Хрен узнает. А вот наши. Нет, тут никого нет. Тут вроде никого нет. Вот это вот явно что-то здесь открывается. Вот четко видно, что здесь пол открывается. Здесь какие-то вот плиты. И надо воздействовать вот этим вот механизмом. Не знаю, что это значит. Сюда что-то положить, тогда откроется что-то. Ага, тут опять драка, где? А нет, командор, вот. А ты кто? А, это кузнец. Можем поговорить, как только все эти проклятые кованые рыцари будут в крепости разбиты. Давай, бей их! А где они тут? В столовой, что ли? Тут нет никого. Вот здесь, наверное. Тут никого. Вот это Т1. А вот у драка. Спокойно. Что это? Сюда. Так, меченая добыча. Кана, вперед. Ты на вот этот фланг. Как у вас там по хп? При смерти. Это плохо. Это вы убили? Нет. Лечи его. Заряжай, а лот. А где песец? Сюда. Да. Ты как там? Ой, ему совсем плохо. Мать. Блин, какого хрена? Мать. Мать твою, да что происходит? А, это аура, что ли? Не могу вкурить. Короче, ладно. Прибегнем вот такой вот тактике. Лечи его. Какого хрена? Во. Ну, че ты стал баран? Ого. Ха-ха. Ха-ха. Я думаю, что я нужна. Как могу я помочь? Блин. Что? Это все! М? Мать твою! Ну, полечи его! А, он на полу. Хай жаль. Убьют сейчас. Успел. Взбивай с ног. Эй. Ты тут встал еще. Взбивайся, watcher. Ой, за вами глаз да глаз. Ла-ба, Руби, Антсик. Вот, теперь работает. Я на полу был. Ты склеишься там. Наконец. Никто не погиб, кажется. Ну, отлично. Может, награду дадут какую? Забираем. Эй. О, тогда. Сундук. В котором ничего нет. Теперь можно обыскать здесь все. Я буду быть дискритным. А, он нас не видит. Интересно. Товарищ, ты как вообще? Ты как, живой? И он ослеп. Нас не видит. Монетки. Всякая фигня. Еще монетки. Да, эти тоже нас не видят. В упор можно подойти. Так, нифига. Тут больше нет. Блин, что же я натворил. Хотя, дайте угадаю. Снова свинцовый ключ. Что-то тут их перепрограммировал, этих громозек. Скорее всего, да, здесь свинцовый ключ поработал. Что не с ума посходили. Привет, командор. Во-во, тоже. Режут на кусочки. Привет, этот клинок и доспехи. Если я могу чем-нибудь помочь. Только попроси. Ух ты. Нас повысили. Кстати, да. Вы, очевидно, не понимали Фордж-Найтс так хорошо, как мы думали. Но теперь... Мы должны продолжать рекрутировать старшим способом. Пополняйте отряды в традиционном способе. Рыцарь Горна. Крайне значительная, положительная. Бухта не по-моему, умеренно положительная. Наверное, это к лучшему. Очевидно, когда рыцарь слишком непредсказуема, чтобы их можно было использовать. Скорее всего, это свинцовый ключ. Значит, люди погибли ни за что. Продолжать исследовать. Я уверен, вы найдете... Да, и вот это вот выберем. Эмоциональная 3 сработала. Под усиленной охраной. Вот так вот и правильно сделаете. Хотя, не знаю. Это смахивает на какой-то... Ссылку к Терминатору, что ли. Что-то мне это напоминает, да? А, вот здесь эти видят. А, кстати, а ты что-то мне скажешь. А он отворачивается от Горна? Ну ладно. Э? Что-то нужно? Показать ему части клинка Бесконечных Пустьев? Я нашел несколько обломков. Сможешь его восстановить? Это превосходный клинок. Он держит один обломок в своих грубых руках. Похоже, айгирский. Сделан по специальному заказу. Должно быть для кого-то... Какого-то бывалого воина. У этого меча должна быть и специальная рукоятка. Было бы жалко прикрепить к нему что-то другое. К тому же он будет сбалансирован лучше. Лучше всего, если собрать его из первоначальных частей. Найди остальные. Я перекую его для тебя. Ух ты! Я нашел применение своим этим обломкам. Стальные ветра. Выполнено. Супер. А... Да-да-да, погодь, погодь. Погодь, стойк. У меня есть... Эфес... И клинок. Верхняя половина, да? Похоже, какой-то деревянный меч просто. Значит, еще одну детальку найти. А! Что это он? Позор и слава. Меч одноручная. Героичность. Точность, когда запас выносливости ниже 50 плюс 10. Урон, когда запас ниже 50. Ну, вот этому товарищу... Выносливость, если у него ниже 50, это сколько там? 70. Так, где-то около 80 получается, да? Даже больше. То есть, ему надо получать, как бы, урон, если я ему дам. Хорошая... Ай, хорошее качество. Точно союзника при атаке. Этот клинок, один из юных солдат, получил в дар перед уходом на войну черных деревьев. Оружие получило название благодаря стараниям своего владельца. Позолоченный меч часто был виден на поле боя, когда солдат высоко его поднимал, заметив цель. Его соратники устремлялись на противника и раз за разом становились победителями. Влияние меча на мораль войск было настолько большим, что когда солдат под градом стрел галанфотанцев дал сигнал на быстрое отступление, расстроенный командир решил, что у меча должно быть новое название, поскольку, казалось, именно от этого оружия зависело, добьются войска позора или славы. Позор и слава. А это что у нас? Доспех рыцарей горна. Ха-ха. Рубящие, колющие. Они одинаковые? На тебя такая хорошая броня. Отличного качества. А на тебе такое себе. Ой, не то. Ну-ка, давайте сравним. Доспех офицера. Хорошее качество. Хорошее качество. Они одинаковые, но... Здесь вычет электричество, я его прокачал. Но что может быть лучше? Носить доспех именно офицера. Это сюда. Электричество, электричество. Электрический это можно прокачать, не вопрос. Чуть-чуть хуже. Точность на четверочку. И получается и урон на 15% хуже. Меткость можно прокачать. Или его как-то перековывать можно. Я бы вот это вот... 12 уровень требуется. Ой-ой-ой. Ладно, я его положу в копилку пока. Отличных вещей. Побегают с вот это вот. Из-за урона и точности. Жесть. Жесть. Так, хорошо. Ну, вроде разрулили. Ладно, уходим отсюда. Посетим, наверное, посольство. Далекий родственник персонажа не рит. И просит освободить заключенного в обмен на что? Потеря поставщика. Хм. В обмен на деньги. Что-то не верю я этой морде хитрой. Торприма. 28-23. Час пять. Господи. В хайд, но все спокойно. Я сбегаю в посольство. Посмотрю, что там за задание. Где это будет все происходить. Так. Надо бы отдохнуть. Путемки. Так, привет. Палкам. Да, так и есть. Палежина сказала, у вас есть для меня дело. Я слышал о смерти маэстро Верцана. Это, конечно, печально. Но он должен был понимать, кому переходит дорогу. Но ближе к делу. Известная в определенных кругах группа авантюристов, называя себя Забытые, сделала себе имя, грабя ингвитанские руины в Дирвуде и сбывая добычу своим покровителям в Айлянских республик. Так, ага. Мне нужно это прекратить. Уверен, ты в курсе, что торговля ингвитанскими реликвиями строго запрещена в Дирвуде. Это как Китай или я не знаю где. Хрен, что оттуда вынесешь. Или в Японии, кажется, очень такой запрет на... Там буквально могут депортировать за то, что купил какую-то фиговинку и на таможне вас. Ага, иди сюда. Так, если здесь станет известно, что в Айлянская знать пренебрегает запретом герцога, это грозит разрывом многих выгодных торговых соглашений, а то наложение эмбарка на в Айлянские товары. Я не могу ли это вот опустить? А власти вообще знают об этом? Уверен, что до их ушей доходили какие-то слухи. Но если бы они заподозрили, что слухи это не безосновательные, они бы тут же меня вызвали. Но этого не произошло. Почему их просто не убить? Так и слышу городских глашатых. Вайлянский посол нанимает убийц. Нет, это слишком рискованно. Я помогу, что нужно сделать? Спасибо, известный вайлянский торговец, мэстре Баркотци, тоже заинтересовался инквитанскими реликвиями и посылал в бухту непрокорности своего представителя. Тот должен был встретиться с забытыми, но я сделал так, что рыцари Горна задержали его и допросили. Я намекнул им, что он преступник в бегах. Мне нужно, чтобы ты пошел к забытым, представился покупателям Баркотци и выяснил, как они переправляют реликвии в бухту непокорности. Узнав все это, я смогу сорвать операцию и дискредитировать их в глазах покровителей. Если это все, я должен вернуться к своим обязанностям. Хорошо, пока. Забытые. Так и есть. Спасибо за что, что подсказали, как взять еще одно дополнительное задание. Но это будет, наверное, в следующей серии, сейчас я отправлюсь в лесу и гуся. Там хорошо мы отдохнем. Ты без пары уже пять лет. У меня был Литумак. Но ты не можешь с ним поговорить? Я снизила свои требования где-то на второй год. Опять эти голоса. Да, может, они и не самые лучшие воины. Но, по крайней мере, можно вот так вот. Развлекает вас. А это кто? Что это за Децл? Нет. Ну, все продолжается. Дублеры, актеры. Беженцы, наемнички. Ладно, заходим. Отдохнем, да. Наверное, не отдавать его. Родственник. Надо посмотреть на эту хитрую рожу. Сколько она будет сидеть. Так, привет. Привет. Тут снять комнату можно? Давай-ка, ловкость и скрытность. Кстати, Акана. Может с ним поговорить? Надеюсь, район сможет восстановиться. Это хорошо, чтобы быть на дороге снова. Возвращение необычного в народах Рауатай. Но часто я думаю о себе alone, любя землю, как море. Как ты держишься? Не нужно за меня переживать. У тебя и так достаточно забот. Расскажи о себе. Что я могу сказать? Я Канаруа. Ненаверный в районной городе Токола, из которой руляет Ранга-Нуи. Там. Это был Соломон. Так, что... Я лор-чантер в колледже. Или, по крайней мере, студент из лор-чантера. И лор-чантера. И лор-чантера. И певчий. Ты не из Рауатай. Не похоже? Я понял, о чем ты. Моя семья из Архипелага Мертвого Огня. Я никогда не видел этого острова. Мои родители прибыли в Рауатай за много лет до моего рождения. У них было больше возможностей в Рауатай. Моя мать стала изготавливать пушки, пробуя свои силы на поприще пиратства. А работу отца с кораллами заметил кое-кто из влиятельных, а затем и сам. Ранга-Нуи. За этим последовало остальное. Что ты хочешь знать? Почему ты ушел из университета? Врата Великих Зубов из этих ракушек или кораллов, или что-то. Но это было также свидетельство, что Рауатай был изменен, смотря вверх. В то же время, я был вверх в книге о двух странах, marveling at all the things, которые лежат beyond our borders. Ну. Я решил, что получу третью ученую степень в истории, что изучая ингвитанцев, я буду изучать все культуры одновременно. Наверное, я хотел найти общую для всех истину, будто все эти символы и места раскопок могли быть посланием от богов, написанным на языке, который я любил. Что ты хочешь знать? О певчиках расскажи. Мой старший брат думает, что мы весь день поем и плетем венки из цветов. На самом деле, все значительно менее увлекательно. В университете хранятся знания, что собрал наш народ. Я бы сказал, что певчи ядро Раутай, ибо без них у нас не было бы начала, независимо от того, кем мы стали. Мы бы забывали себя с каждым поколением. Так. Они поют песни, баллады там, о своих делах минувших дней. Так, продолжить. Я бы пока всего лишь студент, но однажды вернусь и расскажу хранительнице знаний то, о чем я узнал. И она добавит мои куплеты в напев. У тебя и так уже неплохие куплеты. Что такое врата этих зубов? Именно то, что им можно представить из названия. Лабиринт стен, похожие на зубы какого-то морского чудовища. Они находятся за пределами города и защищают такого от захватчиков и бурь. Больше всего проблем причиняет бури. Ну и танри, злые титаны, которые бросают на берега. Роуатай. Насчет захватчиков я не очень уверен. Но возможно, я из тех, кто будучи сухим, сухим выбрасывает свой плащ во время грозы. Так утверждает моя мать. Так. Кто это такие? Король. Наш великий король правитель Роуатай. Он хочет, он хорошо правил нашим народом и обращался с моим семьей очень хорошо. Они с отцом близкие друзья. Настолько, насколько можно быть друзьями с королем. Что там еще? Так, если бы я был таким же, он бы тут что-то. Тебя преследует свинцовый ключ? Кажется, в этом мы похожи. Это все довольно нелепо, да? Я не понимаю, что они хотят от этого получить. Как все началось? А, стоп. Я об этом уже читал. Я провел некоторое время разговоры с экспертами. Помню о местном Иксамитле и оттуда я отправился. Но незадолго до детства подошла женщина в темной мантии, которая посоветовала мне прекратить мои исследования для моей же безопасности. Я, конечно, ее проигнорирую, но после этого у меня появились чувства, что за мной следят. И после этого одну засаду я бы мог назвать несчастным случаем. Но три? Кто они такие? Так это я все читал уже. Как только мы его встретили, все это было. Я узнал, что существует свинцовый ключ, все остальное было бреднями и предрассудками. Похоже, тебя это не беспокоит. Другие вопросы. Каперлейн. Думаю, с таким же успехом можно просто разбрасывать свои монеты прогуливаясь по улице. Ты найдешь там торговцев и наемников. Гуси-лиса неплохой трактир, если захочешь отдохнуть. А, каждый что-нибудь тут рассказывает? А ну-ка. Товарищ, что ты знаешь об этом месте? Нифига она не знает. А ты? А ну-ка, стой. Ты должен уйти. Не-не. А Магран, расскажи. О, ты ее знаешь. Должен. Она многоголовая, сука. Кто ее враги? Были. Эотас. Стоик сухо улыбается, кивает. Но с ним мы разобрались. Затем Хайлия и ее королевская корона из перьев и птиц презрительно фыркает. Она говорит, что видит весь мир со своего наосеста. Надеюсь, она видела то, что произошло с Элтасом. И не посмеет ходить по земле, на которой есть такой огонь. Ее храмы, это окна и щебечущая музыка. Если птица падает на землю, то знаешь, что это победа. Для меня удовольствие видеть, как умирает еще одна пара юрких глаз, через которые смотрит пернатая сука. Так. А союзнички? Другой делает инструменты, которыми мы наказываем тех, кто не слушается. Что за Абидон? Не удивлен, что ты не слышал о нем. Больше богов, чем сорняков на поле. И это только те, которые известны в наше время. Они приходят и уходят, но при этом всегда находятся с нами. Абидон раньше выглядел как человек. Его убили, а потом он сделал себе новое тело, преобразование с помощью Магран. Может быть, ей нужен был кузнец, чтобы он следил за огнями. Если это так, то Абидон помогает в этом. Как по мне, он оружие, инструмент, но не бог. Все же, Дирвудсам, особенно жителям городов, он дорог, значит, так тому и быть. Хотя, если награды за тяжелую работу и мастерство будет такое тело, то лучше оставлю себе свою кровь и свой член и бедра, чтобы им долбить. Так, а кто это такой? Отец Чудовищ, Великий Гончий. И что-то чудовище, что в этом мире их немало, и не только двуногих. Такое впечатление, что он создал чудовищ только для того, чтобы охотиться за ними, чтобы смертные помнили о своем месте. Подозреваю, он и сейчас занят созданием новых. Большие чудовища, чем здрав... Больше чудовищ, чем здравого смысла. Разновидность за разновидностью. Так, что ты имеешь ввиду? Его аспекты не ясны, а если учесть, что он уважает повороты судьбы, особенно у зверей, может быть, не так уж они не ясны? По-моему, нет у него причины делить постель с Магран. Даже если он верит в испытания, во многих отношениях это грязный бог Орланов, который вопит и завывает к океану. Пусть оставит своих зверей себе. Мне больше понравилось огонь и оружие. Орлан, Орлан. Ясно. Тут, наверное, могли бы перечить, вступить в Девваты. Он кряхтит. Откуда ты? Откуда я проживаю? Откуда я проживаю? Откуда я проживаю? Откуда я проживаю от огня Марграна. Откуда я проживаю, к веку, из Ашфала, из красных деревьев. Ашфала. Разные обряды. Что за обряды? Ну, опять заткнулся. Так, стойк кивай. Для служения Магран подходит любой огонь, реальный или нет. Наковальня кузнеца, стол ремесленника, все места, где готов родиться огонь, стойк щелкает пальцами. Нужна только искра, как алхимический огонь, или искра в патроне, чтобы пуля устремилась к цели. К цели? Стоик наклоняет голову, задумавшись. Ну, к их цели, в ту пору. Это было много пор назад. Стоик чешет бороду. Тогда борода была немного ярче, чем сейчас. Помоложе был. За этим охотились за... Эотасом. Да, у патронов и ружей была цель. И этой целью было пробивать дырки в магах и выпускать из них напыщенный воздух. Слегка улыбается, кидает. Из-за этого они ночами смотрели в потолок в темноте, вместо того, чтобы спать. Это уж точно. Ясненько. Гонение такое было. Напыщенный воздух? Ну и ну. Немного жестокости в ответ на неограниченную силу. Это ж Магран дала ответ. Эшфоли, что это такое? Тебе это больше интересует, чем большинство последователей Магран. Как выглядит этот храм? Огромный, красивый. Богословенная богиня. Пламя не может повредить его снова. Так. Под ним ходы и залы. Меха и печи. И множество верующих, которые ищут способ принести миру огонь. Как бы тут вы нахрен все не спалили. Что еще можешь рассказать? Ты служитель Ваэля? Оставь ему тайны и вопросы. По крайней мере до следующего привала. А, все. Вот так вот он по чуть-чуть рассказывает истории. Посетители, актрисы. Арш, вываливаем наружу. И на этом, я думаю, серию закончу. Такая вот была. Интересная. Посвящение в рыцарь, скажем так. Вот, следующее будет. Забытые. И, возможно, отправлюсь. Помогу. Где она там? Долгая охота, да? Найти все-таки этого персока, да? Кто это такой? Чтоб Саганя уже успокоилась. Ну, как-то так. Вот такая вот серия. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи всем. Пока-пока.